У кого есть вопросы, задавайте. Нет вопросов. Я забываю. Риск. Игнатий Дихонович, это Анатолий. Я слушаю, Анатолий. Мир вам. С миром. Я просто хотел уточнить у нас тогда, я не совсем правильно понял по поводу поминания усопших. Просто мне напомните, я отчасти понял, просто чтобы мне понять. Сейчас объясню коротко. Смысл в том, что те, которые умерли, я за мать могу молиться или нет? Можете молиться в келейной молитве. Если она была неверующая. А если верующая, то и в церкви поминать можно записывать. Но она верующая была. Ну все, написано, чтобы раба Божья сходилась, а не так, что он до конца богохольства умер и молится. Нет, слава Богу, этого не было. Даже перед смертью матери Крестик тогда была проблема с ними. Анатолий, там же прямо молитва говорится. Помяни раба твоего. Он раб сатаны человек был. Сегодня в церкви-то не разбирается. Цыгане разные приходят. Ну, я понял. Я могу еще. Смысл в том, что говорят, что если молиться за ушок, за усопших, можно вымолить. Нет, этого нигде не написано. Это только пожелание. Упокой Господи в обительных небесных. Вымолить. Таких слов даже нету. Ни в молитвах, нигде. Написано, Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. А где это написано? А это вот где написано. Из Икииля, 3 глава, 18 и 20 стих. Даже если всю жизнь сделал добро, а перед смертью согрешил, написано, ни одно доброе дело не припомнится перед Богом. За гробом покаяния нет. Между нами и вами великая пропасть. 16 глава Евангелия от Луки, считайте. Прича богачей вазарит. Там как раз говорится об этом. Главное, при жизни не заботиться. Все, благодарю. Начинает, когда умер, когда уже выхода нет. Спаси Христос. Да, мы считаем 9,28, послание к евреям. Всем нам надлежит умереть, а потом суд. А теперь 5 глава, 10 стих, 2 послание к коринфянам. Всем нам надлежит предстать предсудилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Соответственно, мы слова эти не можем выбросить из Священного Писания, из Святой Библии, из Слова Божия. Все, если нет вопросов, больше отхожу. Спасибо Христос. До новых встреч.